господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 326 события дня якова 4 4 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу какие грозные слова дружба с миром сплошняком идет ну я же не враг божий я против бога него это одно и то же грамматику надо изучать да и так понятно в ком нет любви божией все пустое это у нас отчет за второе ноября уже 16 года 1 иоанна до 15 не любите мира не того что в мире кто любит мир в том нет любви очень любит мир мы все мирское как одевается как пьют едят разговаривают спят время свободное проводят пикники разные эти ну просто надо глянуть на себя маленько во свете библии 1 иоанна 2 16 ибо все что в мире похоть плоти похоть от чьей гордость житейская не есть от отца но от мира сего а теперь каждое слово разбирать что такое гордость житейская где она больше всего златоуз говорит больше всего священцы в епископате это средоточие самая главная гордость вместе работали где-то я не знаю брат рассказать игр потом встречаюсь с ним гляжу на руки не подают а почему-то у меня не благословляешься я священником стал целую руку вот так вот ему это кто-то такой он как разошелся то есть он забыл что человек смертный и каждое утро куда-то ходит первое так иоанн евангелия 5 19 15 19 если бы вы были от мира то мир любил бы свое а как вы не от мира но я избрал вас от не от мира потому ненавидит вас мир вот мне сообщает из интернета она вас нападает вот такой то там то петров то перечисляет их всех гонителей понимаете как давид говорил когда он уходил убегал от весолома он понял мятеж захватил все и там что шел один и хулил его хулил уходи уходи кровопивец а веса начальник позволь я сниму с него голову мне так интересно как будто подсолну шляпку снять какой-то а давид сразу сказал не трожь его если уж сын вас стал то еще дальше спрашивать может быть господь услышит не говорит что он слышит и зачтет мне это и мне что-то проститься за хулу хула это путь к тому чтобы мне больше грехов бог простил эти то не знают этот хулитель шел по склону горы с бахурием там бросал пыль хулил и потом прибежал прости меня когда постановка изменилась политическая в стране я виноват я хулил условия ему сказал но на сердце оставил умирая еще раз напомнил напомнил сыну соломон у меня злословил перед людьми хоть он его простил давид а на сердце тарана не зажила до смертного часа и соломон ему дал такие правила что не выходить из города тут убежали враг раба два он за ними пошел тут же донесли ему все и тут же снял с него голову вот и все пришло свое время я передал им слово твое иоанна 17 и мир возненавидел их потому что они не от мира так и я не от мира потом я тут говорят всякую мерзость я ничего не считаю не знаю тут есть люди которые берут почему никаких мер никто да это на пользу но он говорит где-то у него ничего нет он другого не знает он на это призван сатана но почему бог сатану не запретит и клеврета у него есть и мало того еще имя христов упоминает там благословляется там прощается все это но вид ангела света принимает петров иванов сына разницы никакой нету радуйтесь и веселитесь когда имя ваше как неугодное сыну понесут эти люди говорят так что не любите мира ни того что в мире гонитель есть это значит я жив мертвую чем будет трогать живая рыба течет против течения я нигде ничем не могу согласиться что вопреки библии идет мертвую рыбу сносит поток вниз совсем соглашается в церкви хорошо но посвящается всем ушедшим ушедшим из православной церкви вот она где михаил корма в составе дальше есть православный форум открытым оком во свете библии всего осознанно я говорил 1593 сейчас посмотрел маленько не точно говорю оказывается 1602 темы на нашем форуме в который добавлено 16165 ответов этот форум серьезно зарегистрировано шестьсот девяносто шесть участников ну под видом участников одно время набралось 15000 кажется а там у нас правило так если три месяца не заходит никак там нет его просто выбрасывается или полгода вот я не знаю там не я составлял то я чистил два дня пока вычистил но кое-кто еще остается там можете 696 а шестьсот девяносто пять мы на это глядим то есть зашел человека начинает или их нигде нет или роботы разные насыпились а у нас тут идет очистка некто говорит я скрываю потому что наши гонители хулители они этих людей высчитывает и начинает на них нападать на них на то есть не на них нападать а им на меня говорить вы не встречаетесь не беседуете не считаете уходите поэтому я стал скрывать их и знаете тихо здравствуйте у меня к вам вопрос когда мы с вами беседовали вы рассказывали что существует 20 чем-то категории людей и каждой из категорий нужно проповедовать по-своему ответьте пожалуйста эта информация где-то опубликована в какой из книг она содержится да действительно мы беседовали говорили с одним семинаристом в одном городе и вот он интересуется этим так это в моей книге притом надо помнить что если в моей книге это не означает все мое я делаю ссылки показываю копирую из библии святых отцов и жития святых книгах то я просто я как говорит андрей кураев то и знаете он свое то совсем мало говорит он поднял целые пласты которые мы забыли забросили андрей кураев говорит значит он это видел но в каком месте и как определить это уже я по святым отцам по канонам говорю так что здесь я что-то где-то взял дальше сам работаю 50 с лишним лет проповедником миссионером и поэтому вижу вот сколько людей какие типы людей бывают это может откуда-то я взял даже не знаю но вложил все православное беру я везде это и у сектантов у католиков у всех у протестантов у мусульман никогда ничего кажется не брал не считая конфуция из той стороны потому что своего хватает главное это библия в каждой книге я делаю 30 тысячи ссылок библии пакетом прям беру оттуда иногда несколько стихов так открытым оком игнатий лапкин книги мои их 30 томов в книжном варианте это еще три в интернетной версии то есть 33 книги том 4 часть 2 пособие для бесед о вере с людьми различных убеждений это можете найти на нашем сайте придите поклонимся христу страница 370 первое доказательство библии для всех 374 ну тут в этом входит сомневающиеся тут не написал и почему-то строчка длинная не вошло что есть бог бога нет вот как с ними беседа я в бога не верю страница это там дается только места библии но иногда очень подробно подробно а иногда совсем немножко ссылка на каким стихом оперировать второе значит доказательство сомневающиеся том что библия и слова божия видите сколько почему здесь я панина ивана петровича взял или говорит я слишком слаб то есть не потяну на хрен христианском пути я не могу отстать от своих злых путей если я стану христианином то придется терпеть там гонение проще я не могу довести дело до конца я так боюсь неудачи неудачу боится то есть я с какими людьми встречался я всегда работал записной книжей у меня записных книжек стопах ну как письма и копии моих письм у меня сожгли при аресте все а потом у меня снова опять накопилось когда я вернулся восемьдесят седьмом году 70 примерно 7 томов по 650 страниц представьте какое пистолярное наследие при том и иные переплетенные ну большим вот таким вот как листы которые печатают из таких а иные как поменьше как тетрадный листок седьмое мое занятие не позволит мне быть христианином на работе узнает выгонит как с ними беседовать или с 8 слишком от многого мне придется отказаться я боюсь своих безбожных товарищей жизнь христианина слишком скорбная и тяжелая мое сердце слишком жестоко но у меня нет никаких чувств я ищу христа но не могу найти его бог меня не примет я упустил благодатное время уже слишком поздно эта страница как поступать с теми кто обращает себя ложами надеждами я все равно спасусь у меня за меня молятся там и проще бог слишком добр чтобы кого-то осудить на вечное мучение я попробую быть христианином я чувствую что я приду на небо что я буду спасен от павшие беспечные тех которые скорбят о своем водоудалении я слишком великий грешник не могу прощать если бы все верили то я бы верил то есть вот какие люди категории ну я всегда еду у меня с собой магнитопон был во первых а потом я даже в храме стою во время богослужения что-то записывают хотя бы одно слово что же из проповеди златоуста считает и служба потом даю этому ход то есть все время в размышлении даже иногда утром молимся у меня был карандаш как всегда лежит карандаш тут у меня вот они лежат кучей карандаши а то иногда звонишь кому-то ой ой подожди ручку не взял у меня карандаши ручек и еще пачка рядом лежит и бумаги одна стопка и другая здесь лежит на принтере еще прикрыто это кошка у меня лазит тут доска все время записано одну строчку записал кончилась молитва утренней молитвы сажусь у меня стихотворение девять купли это 36 строчек одна строчка за собой тянет я не знаю как вивальди где меня посетит радость написания откровения мы сразу там сердечно благодарю при много благодарен и видно что работающий семинарист это уже радует я одного такого здесь был четвергов вадим его старковной газете или журнале алтайская миссия писал даже статьи так володя откройка и она пошла кошка в подпол идет надо открыть но я не лично не познакомился но сразу ему послал книги а потом мы встретились с ним я все время молюсь за него его имя поминаю штата чтобы в патриархии было больше таких священников ревностных трудящихся а не то что она блага безблагодатная и с ней делать не ничего это церковь церковь со множеством отступления и главное отступление это нет ревности знания библии и доработать неправильно креста таинство искажают бесстрашие ну и все такие александр андрусенко мир вам игнатий тихонович не противоречит эти слова не дозволь себе обличить в согрешении того кто не находится в повиновении у тебя такое обличение принадлежит власти вообще-то я насчитывал марка подвижника когда было я не знаю откуда это взято у него ну говоря не знаю не знаю где что там я поставлю допустим синим светом вот потом чтобы легче найти было ну во первых я не знаю о чем он говорит если вообще людей никого нельзя обличить это неправильно а может быть на работе где-то по работе или в церковной иерархии тоже не знаю но чем нет но вообще-то не неверно это надо объяснение разных вот этому месту когда я скажу беззаконнику смерти умрешь а ты не будешь вразумлять его и говорить чтобы остеречь беззаконника беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник тот умрет беззаконии своем и я взыщу кровь его от рук твоих это взято из него место языки или 318 но неправильно через запятую вот тут незначительно это православная здесь через двоеточие только через двоеточие все остальное от незнания библии не умение пользоваться запятую стих к Istаша к чему интересно все против истанты через двоеточие православную через запятую но православное дает симфонию когда все через двоеточие а остальное через запятую. Или все это верно, но только если примем за основу слова Марка Подвижника о иерархии обречения. Нигде не применимо. Я отпишу, противоречит полностью, как земное небесному. Михаил, вот так. Это кто мне писал? Александр Друсенко. Он говорит, я так и думал. Как кажется написал. Никак. Как это так? Человек погибает и нельзя сказать. Обличить это. Высветить. Проще сказать. Обличить. То есть покров сорвать и показать, что это и такое, и где есть. Что они неправильно делают. Как так? Я еду и шофер все время разговаривает и голову поворачивает. А везет целый автобус. А едем по горам. Я подошел и сказал, вы делаете неправильно. Вам запрещено разговаривать. Написано с водителем, не разговаривайте. По другое. Он говорит о пустяках, где был, как рыбачили. Вы все время поворачиваете голову, отвлекаетесь. А проехали, вижу, там далеко внизу одна машина сорвалась, другая горы. На дереве где-то повисшая даже. Ну, я обличил его. Но если я сказал это даже церковному, так по любви нет нигде этого ограничения. Нет, это люди сказали. Михаил Кальмаев прочитал у священника, пишущего уже же под псевдонимом Калаказа, неудобно си мое время. Ну, такое вот. Не люблю вот эти аватар и прочие эти слова. Ники. Не признаю его. Ненавижу. Совершенно невозможно. Слава Иисусу Христу. Вот радостный голос. Татьяна Кузьминиша Капустина. Старшая сестра. Я просил всегда звонить. Бывает, может, я говорю, когда не было братьев здесь, может, я и встал еще. Ну, она в шесть звонит. В шесть сейчас. Вот тот человек это выслал. Зачем? Везде все под своими именами. Перечисляется родословное. И Хам, Сима, Фет. Нигде нет этого в одном городе. И Эн, как там Гоголь писал, или Пушкин. Нигде. Конкретно. Место и все это. Это все мирское. Не любите мира, не того, что в мире. Должно быть четко и ясно сказано. Вот я в Барнауле. Игнатий Тихонович Лапкин. 39-го года рождения. Вот через неделю я выставлю все свои документы. И трудовую всю по полистику покажу. И паспорт. И все печати, где за границей были. И военный билет. Ничего в этом нет. Наоборот, это привлекает человека, что я открытый, и у меня нет ничего. Нету. Вот какие-то интрижки устраивает везде. Что-то сказал, бросил, чтобы о нем задумывались. То интриганство. Ко мне слово интриги никогда не относилось. Это может сказать совершенно человек, не знающий меня только. Или для испытания сказать и посмеяться. Как он отреагирует. Да никак. Я смотрю, а где интриган? У меня ничего нет. Я открыто всегда говорю. И говорят, ну нельзя так. Идете тараном в лоб. Давите, как танк какой. Ну это другой вопрос. Но я прямо и открыто говорю. Я и не давлю. Вот кругами котенок интересно ходит. Прям на пипитер наступает. И ничего нет. Бойки какой. Епископ Курочкин. Сегодня после молебна ко мне подошла женщина. И кланяясь, просила благословения подготовку к исповеди и причастию. Я только успел открыть свой удивленный рот. Как она поведала, что год назад она исповедовалась в этом храме. Но, очевидно, батюшка посчитал ее грехи столь тяжкими, что послал не причащаться, а Библию посчитать. Считать. Я ей говорю. Так вам же было сказано Евангелие про честь. А то, как же каяться в нарушении заповедей Христовых перед Христом-то. А о Христе и о его заповедях не знать ничего. Это и есть самый тяжкий грех не считать Евангелие. Вообще. Вот когда я считал сегодня утром, вот он заряд на целый день дал. Представь, епископ и говорит эти слова, которые нужно говорить всем. Но я первый раз это встречаю. И самое радостное, что это наш епископ. Он у нас был 13 лет. Вот слово сказать, это епископ Курочкин. Ефтихий. Он Иван Иванович, кажется, по-мерзкому-то. Иван Тимофеевич там. Что-то такое. Он наш был епископ. Не год, не два, 13 лет. И вот его отзывы у Игнатия. Игнатия, его никто не обвинить в неправославии. Это он говорил. Когда мы были, там было два епископа. Максим тут был, Дмитриев. Беседа в епарке Московского Патриархата Барнауля. Он говорит, супер православный. И то другое. Конечно, это похвала. И он у нас был здесь. Было разное. Было, что он готовился батюшку запретить служение, а меня куда-то не деть. А почему? Потому что я выпустил материалы. Любите врагов ваших. То есть, о том, как с врагами обращаться. Не убивать их. Второй материал сильно не понравился. Ему о благовестии. Я говорил, что все пропадают. Третье, о русском языке. Ну, что-то не понравилось неправильно там или как-то. Но нигде никаких санкций не допустил, не принял. И сам церковно-славянский язык где-то оставил, а стал сам переводить даже. Там заупокойные какие-то. Это мне уже батюшка, отец Аким передал. Хороший епископ. И вот меня спрашивали, а вы знаете таких епископов? Ну, их много сейчас, больше трехсот. Которые бы посвящали приходы, чтобы поборы не были. Не брал, не брал там. Приехал и там дай, 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 дай прочее. И всегда, и каждый месяц, чтобы отчисление было. Я говорю, знаю. Да вы что? И он живой? Я говорю, живой. А кто это? Я говорю, Курочкин. И в тихий, владыка в тихий. Он у нас был, он никогда ничего не требовал. Он настоящий бедный человек. У него носков даже не было, на голую ногу носил. А теперь второй. А как вы могли это допустить? Да никак мы не могли это допустить. Батюшка всегда ездил не с пустыми руками к нему. И он никогда на нас не обижался, что мы забросили. Мы не забросили, у нас десятина. А от нее батюшка, как говорит, отдает или отвозил. Короче говоря, он голодным не был. Но он сам себя так ведет, подвижнический образ. Он в келейке спит, посмотрите. За ним никто не ухаживает. И он ремонтирует там храм. Вот спустится с купола там где. Представьте, сколько идти надо вниз. Богоявленский собор. Жестину привяжет, опять поднимается кверху. И поднимает ее веревкой. Это вообще даже епископ. И вот он это пишет. Грех тяжкий не читать Евангелие. Ну пусть бы все епископы сегодня поставили, чтобы задача. А вы читали? Ну, я пыталась, открывала. Ну, прошла? Нет, это трудно. Я живу в другом городе. Своему батюшке объяснила ситуация. Он сказал, что у меня эпитемия считает Библию. И ее нужно вести в течение года. А потом просить благословения у того, кто наложил эпитемию, причастить это. А чтобы легче было читать, благословил, благословил читать Псалтырь. Это мне оказалось по силам. Ну, повторил прописную истину. Попросил проществую хотя бы только от Матфея. Да уж не знаю, удастся ли пронять Евангелем этих восцерковленных пастухов и овечек. Вот где это написано. Да это я не выдумываю, попутно даже сказать. Я взял, открыл место это. А, епископ Курочкин. Вот он. Вот он наш дорогой. Это, видно, церковные... Или подарки. А, подарки это. Вот он здесь есть. Дальше. День памяти жертв политических репрессий 30 октября 16 года. Панихида и митинг у поклонного креста на ограде Богоявленского собора в Ишиме. Вот что надо делать. Вот смотрите. Жертв политических репрессий. И прямо внутри храма. Я был там, снимал это все. Чудо Божие. Вот он стоит наш. Священник, не кудесник, а проповедник Слова Божия. Это наш епископ. Вот такие выставлять надо ролики. Наш епископ. Я не считаю, сегодня не считал, что он говорит. Сами найдите. Еще. Как правильно чтить иконы. Вот он, смотрите на него. Сейчас он у нас не епископ. Его как бы на покой отправили. Прощайте должников и будете счастливы. То есть он был пять лет. Он в последнее время был домодедовским у патриарха Кирилла. А так-то он был русской православной зарубежной церкви. Оттуда. Дальше. Без нашей любви Господь оставляет храм. Вот как. Еще. Совершенная любовь изгоняет страх. Вчера как раз у нас тут занятия были. Самоотвержение. Первый шаг на пути за Христом. Абсолютно правильно. Все, что здесь написано, отвергнись с себя. Как будто с моей книги это воплотилось все. Не то, что он взял, а чувства одинаковые. Ношение креста. Честь и ответственность. Крест поднимает. Ветхозаветний прообраз Креста Господня. Как-то он здесь был. У нас служил. Приезжает. Наша община крестовозвиженская. Ну и при нем я говорю проповедь. Приепископе. Я чтец. И сказал там на тему ефот. Когда кончилось богослужение, он подошел. Вы где это все взяли? Оттолковали-то. А он там в алтаре как говорил. Как он там восхищался. Батюшка передал. Я говорю нигде на молитве. Покачал только головой. И вот. Он там зарядить надо где-то у меня есть. А я молюсь. Когда я говорил проповеди. Четыре проповеди каждую неделю. А если праздники есть, то восемь проповедей. В течение одной недели. Иногда два праздника бывало, но так не восемь. Двенадцать проповедей даже. И каждой проповеди готовлюсь я очень долго. Ну и около тридцати ссылок на Библию. И дальше. Родители. Пресвятой Богородицы. Пример добродетели терпения. Это что-то непонятно. Кто-то вышел ему. Еще христианское мужество. Быть постоянными в любви. Я не считал. Я не слышал проповеди. Сегодня на меня наношли здесь. Бойтесь нарушить не клятву, а волю Божию. Вообще шикарно. Тихая добродетель смирения. Кто-то прослушает, скажете. Вкус жизни о добрых делах. Как пальцем. Вкус жизни о добрых делах. Абсолютно. Быть азартными, как я говорю. Ну неправильно, но. Спешите обрести богатство священного писания. Вообще. Сами названия. Я не говорю еще. Не потому, что я им там прещен. Он меня зазомбировал. Пока это никому не удавалось. Но дело в том, что бальзам сердечный. Тут, видишь, отец Дмитрий Смирнов. Тут выступает. Как не утонуть в пучине моря житейского. О чем беседовал Христос на Фаворской горе. Мечом духовным отстекайте суеверие. Вообще чудо. Гордыня и осуждение сорняки нашей души. Обличение и осуждение. Это большая разница. Зачем нужен догмата Святой Троицы? Побеждайте зло добрыми делами. Вот смотрите сколько тут. Не разлученные от любви Божией. Духовные очи проясняются покаянием. Вот он. Посмотрите на него. Не гасите огонь веры мелочным фарисейством. Проповедь интересная. Не уклоняйтесь от исполнения в своей жизни воли Божией. Делитесь богатством Христового учения. Опять же проповедуйте и говорите. Делитесь все. Вот считает. Видно, мать с девочкой уже лежат. Какая интересная фотография или рисунок. Вот. И дальше. Будьте великодушными, подобно Христу. Молю вас, братья, внемлите себе. Спешите делиться радостью о Христе. Святитель Николай, небесный покровитель Ишима. Пусть самоотверженность жен мироносцев будет вам примером. Вот это. И светлая суббота в Боговенском соборе у города Ишима. Слово епископа Евтихия. 16-й год. Дальше. Не бойтесь смерти телесной. Не бойтесь. Вот кто боится и прочее. Ну, боимся там и все, можно сказать. Ну, не до паники. Христианин не может быть корыстолюбцем. Вот видите, сколько я сегодня здесь тут. Петр Мамонов. Стихия испытания нашей веры и человеколюбия. Стихия. Немножко я не понял. Напрасно пост бессмирения и кротости. Радость несения креста Христова. Не будьте маловерны в прощании с грехом. Маловерно. Ну, тут тоже все-таки есть такое. Не понял. Рай там, где любовь к Богу. Видите, сколько. Ну, тут много что. За отсутствие добрых дел мы тоже ответим перед Христом. Ну, я ухожу. Дальше сами посмотрите. Вот. Я похвалился, какой у нас епископ был. Мы омолимся о нем. И думаю, он нас помнит тоже в молитвах. Дальше вот добавка тут. Метрополит Янснычев в самом начале 90-х мне говаривал, что в церкви всегда была и будет широкая прослойка постоянно практикующих прихожан. Набожных, но не способных не только к духовному чтению, но и к осознанию собственной греховности. Эх, отец, не возлагай никогда бремен неудобно носимых на тех, кто не способен их вовсе нести. Буквальный завет митрополита Янаснычева. Михаил Кальмаев пишет что-то тут, я не знаю. Василий пишет, Лапкин. Мир вам, дядя Игнатий. Поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня на работу не поехал. Покрова, так похоже, в 14 октября был. Потом была трапеза под навесом. Наши дети стихи рассказывали. Благодарю вас за наставление и в данный момент прослушиваю вами насчитанную книгу «Правил». Очень много информации пытаюсь осмыслить. На вашем сайте увидел от вас объявление, в котором вы предлагаете перенасчитать некоторые аудиозаписи. И у меня, конечно, у меня не дикторский голос, и чтение, наверное, не на самом высоком уровне. Но, думаю, попробовать стоит. Так что, если перенасчитывание еще актуально, то я готов попробовать и свой маленький вклад в дело Божие сделать. У меня такое предложение к вам. Вы мне присылаете небольшой текст, а я его насчитаю и вам отправлю. Если ваша оценка будет удовлетворительной, и вы дадите добро, то тогда пришлете мне текст, уже полный, который необходимо насчитать. «Ангела вам, Хранители, поклон брату Владимиру Пащенко. Никита, как я понял, остался пока в Потеряевке. С уважением, благодарностью, племянник Василий и его семья». Ну, это что сказать. Я не имел в виду ничего, что, говорите, присылать, брать то другое. Прямо берите, допустим, «Добротолюбие», «Яна Златоуста», «Том». И насчитывайте, и у себя его выставляйте. У себя, на своем ресурсе, какой есть-то. На моем ресурсе мне не надо, ничего тут у меня насчитано есть. Но пленки затертые были. Они были в КГБ, концы отрезали они, повреждения, короче. Вот из-за чего насчитать. Ни из-за чего другого. Что они много лет хранились, там, чуть не 25 лет, или сколько, там, под землей. И температура просто огромная, там, 40 градусов мороза была. Так что считайте и выставляйте. А мне покажите, где я послушаю. Да и сами послушайте, будет ли кто сослушать. Приветствую вас, дядя Игнатий. Мир вам, что-то я снова впадаю в страх. Простите меня ради Христа, что я это все вам рассказываю. Ну, а что мне делать, если по факту вы мой духовный отец? Держусь, как могу. Вот выехал в рейс в Алма-Ату и назначил пост. Лепешки чуть-чуть, вода святая в перемешку с простой водой. Вот какая. И курага. Несколько штук для сердца. Говорят, полезно. Да чуть-чуть меда. Это я дорога. Это чуть-чуть зернышки, там, горсточку кедровых семечек этих. Зернышек. Чуть-чуть маленько, там, яблоки сушеные. Чуть-чуть инжир. Ну, и вроде не ел. Как один толстый такой. Кем работаешь? Поваром работаю. Ну, ты лишний не ешь. Да я совсем даже не завтрак и не обедаю. Ну, а как? Он рассказал, что я, когда иду, там, попробую ложку, там, с одной кастрюлей, с другой. Он посоветовал. А ты, говорит, повешай кастрюлю на шею. Ты как идешь, ложку попробовал, а другую сюда. Он в конце-то набрал кастрюлю уже. Ну, и не ел, не ест и не пьет. Так и это. Вот дорога, я это про себя говорю. Когда мы ездили, нас набили разными фруктами сушеными. Там чего только не было. На понедельник у меня билет в Германию. Дьявол меня пугает разными способами. То я погибну, то я рейс не осилю, то я ищу всякими болезнями. Но когда я успокоюсь и помолюсь хорошо, так на душе и светло становится. И я понимаю, что все смогу выполнить. Но тем не менее, у меня теперь появилась мечта. Мечта появилась. Вот слово мечта имеет только отрицательное значение в Библии. Проверьте, зарядите в поисковик. Поэтому слово мечта не употребляйте. И у меня появилось желание и намерение. Слово мечта не несет отрицательный смысл. Вот такие мечтатели кремлевские. Он мечтал, сидел. Герберту Уэллсу рассказывал. Он так и написал, кремлевский мечтатель. Если Господь позволит. О, вот это хорошо. Всегда нужно делать так. И если вы позволите. Если живы будем. То по приезду из Германии в конце ноября. Вот сейчас месяц ноября. Я бы хотел напроситься к вам в гости на рождественский пост. Ну, 28 ноября. Я как раз могу в это время не работать. Очень охота духовно встать на ноги. Научиться молиться, как положено. Это лекарство он прослушал. У нас тут есть человек один. Иногда бывает. И запьет. Года через два-три опять сорвался. Но я сказал, лекарство. Я другого не могу сказать. Переходи ко мне жить. Дом, квартиру запри. Он приехал. Неделю пожил у меня и все. Заряд на три года. Ну, а потом. Я только уехал в деревню. Он опять скопыльнулся. Вот тут есть написано. Как выйти из запоя. Зарядите, увидите. Так. Сходить с братьями на благовестие. Попаститься, как положено. Хоть остаток жизни, который мне отпущен Богом. Пожить для Бога. Я не знаю, сколько ему лет. Но меньше, чем мне. Этот племянник. Он. Сын моей сестры. Татьяна Тихоновна. А она предпоследняя. Ну, я не знаю. Пятьдесят девятая. Значит, она где-то в пятьдесят... Может быть, в восьмом. Пятьдесят седьмом. Ну, а сколько же ему тогда тут? Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что у вас и без меня забот, хлопот нахватает. И график очень сжатый. Но я думаю, что смог бы компенсировать свое пребывание какой-нибудь посильной помощью. Деньги на питание, разумеется, у меня имеются. Так что в этом плане я не буду обузой. Мне только одно место на нарах. Это вот ничего себе на нарах. Это... Ну, как? Нары называются у меня? Ликровать. А может, и нары. Это этаж. Вот второй, третий. Никита Топряев. Это Никитин. Вот это мой. Вот уж я не отдам его. Второй, третий там вверху. Тут еще у Надежды Васильевны одна просится жить. Ну, а третьему там только в той комнате. Там жарко. Да он с юга. Ему как раз это и надо. Мы второй-то этаж освободим ему. И пускай лежит. Вместится там. Там мы можем. Потом покажем где-то. Ну, на кухне, то есть спать. И можно на полу спать. Матрас положил, свернул. Еще тут. Это особенного нет. Если... Так, а у нас еще тут пол деревянный. На полу настелен картон, а потом ковер. А потом еще тут матрас будет. Ну, то есть тут на месте посмотрим. Так. Мне только одно место на нарах. А седьмого января на Рождество Христово у меня День Ангела. И вот как раз это был бы для меня самый лучший подарок. Конечно, если вы мне откажете, я отнесусь с пониманием. Дядя Игнатий, по поводу предыдущего письма от меня, в котором я предлагаю помощь, ответьте мне, может нужна помощь или нет. Я не знаю, Володя, а мне еще тут, я сам поправляюсь. Мне не нужна. Ну, отказывать не отказывай, приезжай. С собой только простыни всегда говорим брать. И наволочку. На которых будешь спать, с ними уедешь. У нас живем, воды нету, мы не стираем. Мне там... Я просто сестры или кто-то там постирает. И добавка. Если сложиться приехать, постскриптум, так, кто попал бы на исповедь отцу Якиму, который, надеюсь, смог бы правильно разрешить мои вопросы с эпитильей. С глубоким уважением и ежедневными молитвами о вас, грешный раб Божий Василий. Так. Раб Божий Василий, грешный. Не отказано тебе приехать. Иногда бывает так. Да я смердящий пес. Ну, только скажи, пес без смердящего, как поднимется, лает. И загрызет. Так один, все, я самый грешный, многогрешный. А настоятель решил проверить. Когда пошли в столовую, в трапезную. Он стоит, около двери. Как-то до него сейчас дошла, вдруг вот так на другой косяк уперся. Он говорит, в чем дело? А куда ты идешь? Как куда? В столовую. Да зачем же ты идешь, грешный, супер грешный? А чем я хуже других? Вот и все. Такие моменты бывают где, которые проявляются. Попробуй, назови. Так, Василий, раб грешный. Попадешь ты сюда, приезжай. Ничего у меня не надо, ничего. За питание брать я с тебя не буду. За квартиру брать не буду. Живи как хочешь, полная свобода. На благовестие пойдешь. Я сейчас не хожу, зима. Но только стоять это рядом. Выдать мы тебе не можем справку. А тебя если арестуют в России, тебе туда огромный штраф придется платить. Так что со стороны только смотреть. На благовестие в России путь закрыт странникам. Вот наша община, вот мы выдаем им бумагу, дают обещание, ничего не говорит, только Христос и Евангелие, Библия. Вот так. Галина Влеська. Мир вам, христиане и радость. Дорогой Игнатий Тихоныч, не получилось заглушить в себе вопрос, возникший от просмотра ролика Сергея Козлова с Евгением Потеминым о сбережении женской половины от Игнатия Латкина. Я не слыхал такого, и беседы этой не видал. Не знаю о чем. О чем и как сбережения никак не сделать. Вокруг меня все время женщины. И у меня много дел, которые я делаю. И основания положили женщины. Машинку пишущую первый раз я завел под Белая Левтина Пантелеевна. То, что я переплетчиком стал, была Ксения Степановна. Ну, то есть, где-то кто-то меня все время, женщины, подталкивали к какой-то области занятий. Ну, сестры хорошие. Прожила без этого вопроса, возмутившим мой внутренний мир всего неделю. Не знаю, что там возмущенное. Просто некогда смотреть, я посмотрел. Вылез вновь. Приходится у вас, зачинщика женского беспокойства, потребовать сатисфакцию. Какую? В чем? Здесь надо всем улыбнуться. Почему христиан, просто и понятно провозглашающих истину Христа, регулярно надо запрятывать и не допущать? Что особенно непонятно, до них женскую половинку. Почему не допускать? Как? Я не знаю. Я живу в окружении женщин, сестер. Не по-евангельски, получается, братья, да прибудет на каждом свет Христов, аллилуйя. Не через и кратко пишет аллилуйя, а через и совершенно правильно. Галина в лестке. Я не знаю даже, о чем речь идет. Поэтому ответить не могу. Как не допускать? Ну, в храме женщина да молчит. А всюду она может благовествовать. Не на кафедре. Не на кафедре. А в дом, в семейной обстановке, если муж сбился с пути, то в кафедру, то есть учение. Принимает жена, Златоуст говорит. И она ничем не обделена. Не великое дело вверено. Рожать, воспитывать, благовествовать, учить. Еще. Галина в лестке, Новокузнец. Мир вам, братья. Благодарю за полезнейшие ролики. Мощная, доступная и простая информация. Особенно мне понравились беседы с Акреддиновым из Барнаула, с Натальей из Германии. И чтение братом вашей общей натолкования, бытия Зла. И она Златоуста, а сотворим человека по образу нашего подобия. И у меня вопрос. Получается, надо понимать создание Богом образа духовного, а не плотского. То есть мы внешне не похожи на отца. Ну, конечно, нет. Откуда это взяли отца? Почему икона Троицы, где сидит старый седовласый, там Христос. Ее икона это не каноническая, она запрещена. Да, Христос образ принял раба, человека, раб. Спаси Христоса, Игнатий Тихонович, у меня в ходе встречи с тобой Господь дает чувство радости. И это при том, что ты не добрый дедушка, а строгий воспитатель, наставляющий нас на путь истинной православной веры. Таких, как ты, среди моих знакомых православных христиан нет. Золото и в природе редко встречается. Прости, что прибегаю к такому сравнению, но это мои искренние чувства. Я молюсь, чтобы наш приходской священник также жил во Христе. Вот сейчас я ее не скрываю, она не скрывается. Она даже говорит, где она, откуда, Новокузнецк, Галина Влеська вот где-то. То есть она довольно крепкая, я ее не скрываю от недругов-то. Пускай они попробуют, как крепкий орешек или нет, они на меня говорят. Ну вот она зазомбированная мной выходит, если по вашим меркам-то. Но она-то видит главное здесь, и она ни на кого не нападает. Она давала дельное сообщение, когда шел суд. Когда у меня что-то болит, она как врач сразу начинает дельное давать предложение. Наши отдельно издает визитки, там раздает и проще. Вообще активная очень. Я очень благодарю вас, Галина. Галина это тишина, кажется, переводится. Ну, тишина в сердце. Виктор Янов. Монастыри возрождаются. Это там одна послушница церковная, на этот ролик они. Монастыри возрождаются, молитвы исправляются. Вот и бесы ругаются. О как. Глупая. Думала, что монастырь поругала, на самом деле себя изваляла. Прям паут какой-то пишет. Все у него складно так. Виктор Янов. Виктор Янов. Никаких. И я там как аватар и проще. Ну, терпеть не могу. Ну, показать свои ресурсы. Видите как. Вот это наш мой мир. Вот как раз это в моем мире. На мой мир тоже нападают негодные люди. Живущие сирийцам. Понравилось. Один. Там разные отзывы здесь. Здесь у нас богатые 20 555 фотографий. Ну, и на сегодня только видео уже 4676. Ну, это часть тех, которые на Ютубе. Вот наш православный форум Игнатия Латкина. Это 1606 уже тем только. Богатый-богатый. Удобно пользоваться. Очень удобно. Я подобного форума не знаю. Другие там так, как составлено-то. Немного я знаю. Но наш очень хорошо. Ну, и вот. Православный видеоканал. Открытым оком о свете Библии. Ну, в среднем я тут по 5 роликов выставляю с утра. Вот сейчас посмотрю, сколько здесь посещений. Вот. Что? Один час назад. Златоуста посмотрели 6. А вине мясе и о Святой Троице 41. Вот видите, какая разница. Итак, события дня 45. И тут 5. Ну, считайте. 5 и 9. 9 раз больше, чем златоуста. Ну, вот пока я разговаривал сейчас с вами здесь. И кто-то пришел. Сейчас я открою. Прокомментировать. Боискайт. Ну, видишь, какая-то. То есть, и что-то вместо себя уже доверия моего нет полного здесь. Что тут написано? Так. Ну, посмотрим, что он говорит. Это без проверки просто. Что-то Баптист о Боге совсем не думает. Или мне показалось. Ну, он пришел. А тут не об этом спрашивать, разговаривать. Баптист. О Боге. Боге с большой буквы пишите. Вот так. И дальше. Мир умирает. Поэтому уже не будет. Вот. Ну, что он, не знаю, бой скай. Понимаете? Вот тут еще понятно. Вот это. Мир умирает. Поэтому уже не будет. Что не будет? Что непонятно-то? Вот. Как-то я должен думать. Вот что? Ну, вот удалить и все. Пустое. Место занимать. А Баптист о Боге не думает. Он зайдет и подумает. Не скажет. Я не думаю. Он думает о Боге. Раз он Баптист, он о Боге думает. Потому что они Бога знают. И всех, всех, какие я знаю, тысячи, считаю баптисты самое правильное. Именно не такие только баптисты, а и отделенные. Отделенные даже еще правее. Ну, не церковь они. Потому что нет рукоположенного от епископов, от апостольских времен хератонии. Видите, как вот сейчас зашел и все. И большой у нас ресурс. Исключительно большой. Это наш библейский православный сайт. Вот он где. А чем я занимаюсь? Мои события. Ну, сижу дома. Пенсионер. На работу не хожу. Ну, работаю над этими материалами. Что-то, кто-то приходит, встречаюсь. Ну, у меня забота кошки, голуби, птицы. Собаки на улице. Я на работу себе найду. Вот. Звонки разные отключают. И смотрю. Очень люблю я документальные фильмы. Вот посмотрел. Документальный фильм. Несколько посмотрел. Подводная лодка. Оригинальная полная версия. Там, с 4,5 часа. О съемках этого фильма. Или последняя лодка. Вчера посмотрел. На документальной основе. А это документальные. Прямо почти все это. Вот бывает. Ну, все. О деятелях каких-то. А зачем вам это нужно? Я молюсь о всех. Я когда смотрю фильм, я молюсь о людях. Если они живые, что Бог открыл им путь к себе. Бога не знают. Вот. Такое дело. Ну, и как будто бы все событие на один день. Благословен Господь. Да будет благословено имя Его Святое во веки веков. Аминь.